А своему другу Херону... Но ведь рана же от стрелы и отравлены желчью гидры смертельно! Да, внучка. И тем не менее Геракл заботливо промыл и перевязал раны друга. Дедушка, Дедушка, он умрет, да? Впоследствии Херон добровольно сошел в царство Нерги, чтобы не страдать от раны. В глубокой печали Геракл покинул Херона и вскоре достиг горы Эриманфа. Там, в густом лесу, он нашел грозного кабана и криком выгнал его из чащи. Долго преследовал кабана Геракл и, наконец, согнал его в глубокий снег на вершине горы. Когда кабан увяз в снегу, Геракл бросился на него, связал и отнес живым Змеккен. Он видел им в респе чудовищного кабана и отстрадо спрятался в большой бронзовый сосуд. А когда вылез из него, снова позвал Геракла и дал ему новое поручение. Шестой подвиг. Скотный двор царя Авгия. Гераклу предстояло очистить от навоза скотный двор Авгия. Да, я знаю его. Он был царем горды Лиды и сыном бога Солнца. Да. Лачизарный Гелиос дал своему сыну неисчислимое богатство. Особенно многочисленны были стада Авгия. Среди его стад было 300 быков с белыми, как свет, ногами. 200 быков были красные, как седонский пурпур. 12 быков, посвященных богу Гелиосу, были белые, как ледики. А один бык, отличавшийся немцы на белой красотой, взял, как полярная звезда. Да, но не ценил дар отца Авгий. 30 лет не очищал им стойла, где содержались лошади. Ооо, теперь я понимаю, откуда пошло выражение «Ой, Авгий, выходим, что ли?» Да, так вот. Геракл предложил Авгию очистить в один день весь его громадный скотный двор, если он согласится отдать ему десятую часть своих стад. Авгий согласился. Он считал, что невозможно выполнить такую работу в один день. Конечно, я тоже так считаю. А Геракл так не считал, а сломал с двух противоположных сторон стену, окружавшую скотный двор, и отвел в него воду двух рек – Алфея и Пинея. Вода этих рек в один день унесла весь навоз со скотного двора, а Геракл опять сложил стены. Ну, я так и думал. В дальнейшем под словами Авгиевой конюшни стали понимать грязь, неразбериху и равнодушие. Седьмой подвиг. Критский бык. Чтобы выполнить седьмое поручение Эврисфея, Гераклу пришлось покинуть Грецию и отправиться на остров Крит. Эврисфей поручил ему привезти в Микены критского быка. Я знаю. Этого быка царю Крита Миносу подарил бог море, Посейдон. Да. И Минос должен был привнести быка в жертву, Посейдону. Но Миносу, конечно же, не хотелось приносить в жертву такого прекрасного быка. Конечно. И он оставил его в своем стаде. А в жертву Посейдону принес одного из своих быков. Посейдон разгневался на Миноса и наслал на подаренного быка бешенство. По всему острову носился бык и уничтожал все на своем пути. А Геракл упорщил быка и обуловал его рога. Да. А потом сел на его широкую спину и переплыл на нем в Средиземное море. Геракл привел быка в Микены, но Эврисфей побоялся оставить быка Посейдона в своем стаде. И пустил его на волю. Почури опять свободу, понесся бешеный бык на север. И, наконец, прибежал на марафонское поле. А там его убил афинский герой. Восьмой подвиг. Кони Диамеда. После украшения критского быка Гераклу по поручению Эврисфея пришлось отправиться в Афракию, к царю Диамеду. А я знаю, я знаю. У этого царя были дивной красоты и силы конь. Железными цепями были приковы на них своим стойлом. Да. И кроме того, царь Диамед кормил этих коней человеческим мясом. Какой ужас! Он бросал им на съедение всех чужеземцев, попадавших в его город. Геракл завладел конями Диамеда и увел их на свой корабль. А на берегу Геракла настиг Диамед со своими воинами. Геракл вступил в бой с Диамедом и победил его. А тело Диамеда бросил к обылицам. И те, окончательно насытившись, стали безвредными. Ой, какой ужас! Геракл привел коней Диамеда к Эврисфею, а тот велел выпустить их на волю. Кони убежали в горы, покрытые густым лесом, и были там растерзаны дикими зверями. Какой ужас! Тебя ты, Олдвик! Пояс Ипполиты Рассказывать буду я. А ты, дедушка, помогай. Хорошо, внучка. Итак, когда последняя лошадь Диамеда была растерзана дикими зверями, Эврисфей отправил Геракла в страну Амазона за поясом царицы Ипполиты. Этот пояс подарил Ипполите бог войны, орех. И она носила его, как знак своей власти над всеми амазонками. Дочь Эврисфея Адмета захотела непременно иметь этот пояс. Собрав небольшой отряд героев, сын Зевса отправился в далекий путь на корабле. Слава о его подвигах давно уже достигла страны Амазон. Поэтому, когда корабль Геракла пристал к берегам Амазоны, вышли амазонцы с царицей навстречу героям. Царица Ипполита спросила Геракла. Славный сын Дедушка, скажи мне, что привело тебя в наш город? Мир несешь ты нам или война? Так ответил царица Геракл. Царица, не по своей воле пришел я сюда с войском, совершив далекий путь по Бурному морю. Меня прислал властитель Микен Эврисфей. Дочь его Адмета хочет иметь твой пояс. Не в силах было отказать Гераклу Ипполита. Она уже была готова добровольно отдать ему этот пояс. Но Гера, желая погубить ненавистного ей Геракла, приняла вид Амазонки и стала убеждать воительниц напасть на войско Геракла. И Амазонки поверили в Гере. Схватились они за оружие и напали на войско Геракла. Много славных героев и героинь полегло в тот день на Бранном поле, прежде чем сын Зевса одержал победу. Амазонки заключили мир с Гераклом, а пояс власти перешел от Ипполиты к дочери Эврисфея. Десятый подвиг. Коровы Гериона. Вскоре после возвращения из похода в страну Амазонок, Геракл отправился на новый подвиг. Эврисфейк поручил ему пригнать в мигены коров великана Гериона. Чтобы выполнить это поручение, Гераклу пришлось пойти на край света, где жил Герион и где сходил с небосвода лучезарный бог солнца Гелион. Едва Геракл вступил на заветный берег, как подчуял его двухглавый пес Орфа и славим бросился на героя. Ха! А Геракл убил его одним ударом тяжелой палецкой. Да, но не один Орфа охранял стада Гериона. Пришлось биться Гераклу и с его пастухом, великаном Эвритоном. Ха! Давил Геракл в объятия Эвритона и задушил. А потом так погнал коров Гериона аж до самых миген. Погоди, погоди. Ты же забыла про самого Гериона. А ведь это был чудовищный великан. Подумай. Он имел три туловища, три головы, шесть рук и шесть ног. Тремя щитами прикрывался он во время боя. Да подумай. Три громадных копья бросал сразу в противника. Ну и что? А Афина Палада снова помогла Гераклу. И два увидел Геракл Гериона, как тотчас спустил у него свою смертоносную стрелу. За ней вторую, третью. Грозно смахнул Геракл своей всесокрушающей пальцей и как молнией поразил ею Гериона. Да, но еще много трудностей предстояло впереди, прежде чем Геракл пригнал коров Микены. И все-таки, дедушка, он с ними справился. И в честь этого полного лишения похода по обеим сторонам узкого пролива герой возник два гигантских столба, получивших название Геракловы. А пролив? Нефралтар. Одиннадцатый полный. Кербер. Едва вернулся Геракл в Микены, послал его Эврисфей укротить и привезти к нему злобного и ужасного пса Кербера. Для этого он должен был спуститься в мрачное, полное ужасов подземное царство Аида. Царство мертвых. Три головы было у Кербера. На шее у него избивали змеи. А хвост оканчивался головой дракона в громадной пастье. У самых врат царства Аида увидел Геракл приросших к скале героев Тисея и Перифоя, царя Фессалии. Их наказали боги. А за что? За то, что они хотели похитить у Аида жену его, Персифону. Замолился Тисей Геракл. О, великий сын Зевса, освободи меня, ты видишь мои мучения. Протянул Гераклу Тисею руку и освободил его. Подземное царство Геракла ввел вестник богов Гермес, проводник душ умерших. А спутницей героя была любимая дочь Зевса, Афина Паллада. Много ужасов видел на пути в своем Гераклу. Наконец он предстал перед троном Аида. Царь выслушал Геракла и сказал ему так. Я исполню твою просьбу, Геракл, если ты без оружия укротишь Кербера. Долго искал Геракл Кербера по подземному царству. Наконец он нашел его на берегах Ахеронта. Геракл отхватил руками шею Гербера. Грозно зовил пес Аида. И все подземелье наполнилось его воем. Он силился вырваться из объятий Геракла. Но крепче сжимали могучие руки шею Гербера. Обвил хвостом своим Гербер ноги Геракла. Впилась голова Гракона зубами ему в тело. Могучий Геракл все сильнее и сильнее сдавливал шею Гербера. И полузадушенный кёст Аида упал к ногам героя. Геракл привел Гербера в месены. В ужас пришел трусливый Еврисфей при одном взгляде на страшного пса. Чуть не на коленях молил он Геракла отвезти Гербера обратно к царству Аида. И Геракл исполнил его просьбу. И вернул Аиду его грозного стража. Двенадцатый подвиг. Яблоки Геспери. Это был последний, но самый трудный подвиг на службе у Еврисфея. Геракл должен был отправиться к великому титану Атласу, который держит на своих плечах небесный свод. И достать из его садов, за которыми смотрели дочери Атласа Геспериды, три золотых яблока. Чтобы совершить этот подвиг, нужно было прежде всего узнать путь в сады Гесперид, охраняемый драконом, никогда не смыкавшим глаз. Долго блуждал Геракл по Азии, по Европе. Прошел все страны, которые проходил раньше. Дошел до Крайнего Севера. И силой добыл у морского старца Нерея тайну святых сады Гесперид. В Ливии встретил он великана Антея и... Победил его! Да, много опасностей встретил Геракл на своем пути. И на самом-самом краю земли увидел он могучего Атласа, держащего на своих широких плечах весь небесный свод.